Одной только помощью соседей ситуацию не решить. Желание помочь есть всегда, но не всегда есть возможность. Дело осложняет пандус. Приспособление для спуска установлено, но скорее мешает. Вот такой пандус установили на Островск-18. Людям с ограниченными возможностями здоровья спуститься невозможно. Угол наклона гигантский. Коляска не просто съезжает, а скатывается, как на санках, напрямик в бордюр. На различные госпрограммы выделяются существенные суммы. Только в прошлом году на доступную среду потрачено больше 30 миллионов рублей областного бюджета. Становится ли среда доступнее по факту? Вот ответ. Ржавый лежит на крыльце. Улучшений не видят ни сами маломобильные люди, ни их соседи. Управляющая компания на это не реагирует. Поставила так для галочки. Наклон 60 градусов почти. Совершенно тяжело его. Чуть не уронишь, а заталкивает вообще. Жена одна сама его не может спустить и приходится собирать людей. Пенсионерам, сосредоточившим внимание на приземленных, бытовых проблемах тяжело и порой невозможно отслеживать постоянную смену управляющих компаний. Новая организация, обслуживающая дом, даже не в курсе сложившейся ситуации. Пандус установили не они. Контракт заключался между собственниками и подрядчиком. Договор с теми, кто обслуживает дом сейчас, действует чуть больше года. За это время обращений от проживающих на Островского 17 людей, нуждающихся в особенном оборудовании, не было. Причина – банальное незнание своих прав и алгоритма действий. Часто горожане не знают, куда им со своей проблемой идти. Не говоря уже о том, чтобы своими силами заполнить документы и собрать пакет бумаг. Закон всегда на стороне маломобильных людей. Получить поддержку и финансирование можно, обратившись к местным депутатам, написав письмо в районную администрацию. Наконец, собрать деньги можно на общем собрании жильцов и средств текущего ремонта. Тем временем и обслуживающая организация к диалогу готова. Как бы если будет какой-то запрос со стороны собственников, мы готовы выйти на место, обследовать данный пандус и помочь собственникам написать письмо в соцзащиту, для того, чтобы соцзащита вышла и определила объем, может быть, там помогла как-то. Беда может случиться с каждым. К людям с повышенными потребностями нужно относиться с пониманием, не отказывать в помощи. Инициатива жильцов способна сдвинуть ситуацию с мертвой точки, от управляющей компании требуется сдержать обещания. Совместными усилиями можно добиться не только доступной, но и комфортной среды. Павел Петриков, Алексей Слипченко, репортер 73.